Приветствую вас, давайте распорим ваш вопрос. Подскажите пожалуйста, что за мной и как это побыстрее решить, если такое возможно. Я бы с того смыгла лежала, подсчитывала интернет, или играла в компьютерные игры, но мне кажется, поднимает моя тревожность. Что-то не сделано, это не сделано. Встаю и делаю через силу, ее не хватает. Помогает, таблетки кофеина раньше помогала, алкоголь вставала со стула и что-то делала по дому. Чувствовала себя уставшей и сонной. Сейчас выпила вина, но меня это только расслабила, ничего не стала делать. Выпиваю редко, не люблю это дело. Недавно похоронила мама, осталась одна. Сейчас волнение из-за сделки с недвижимостью взятого кредита, жизни на две квартиры. Вторую готовлю к переезду и ухаживаю за питомцами. 36 лет, не замужем, ВО, детей нет. В первую очередь надо разобраться здесь в моментах. То, что вы описываете, хороший запрос на психотерапию при условии, если у вас нет физиологических заболеваний. Поэтому первое, что я хотел бы сказать, что вам нужно обследование у врача. Вот, пройти обследование на гормоны и общее обследование тоже имеет смысл сделать. Это первое. Понимаешь, да? Дальше идем. Побыстрее. Не получится. В психотерапии не работает принцип быстроты. В психотерапии работает принцип постепенности. Это важно понимать. То есть важно понимать, что наша задача помочь вам разобраться в себе, улучшить качество вашей жизни. Но никак не сделать это, что называется, побыстрее. Поэтому в психотерапии нет такого понятия, как побыстрее. Дальше. Честно говоря, я не очень понял, что вы понимаете под своей проблемой. Я бы с удовольствием легла и лежала, пишите вы, подсчитывала интернет или играла в компьютерные игры. Но меня, кажется, поднимает моя приводность. То, не сделано, это не сделано. Если это проблема, и вы хотите избавиться от приводности, то здесь, скорее всего, речь идет о должествовании. И о комплексе неполноценности, возможно. То есть, если вы лежите, читаете интернет, играете в игры, то вы какая-то не такая. А далее вы себя пересиливаете, потому что должны. Вы пишите, встаю и делаю через силу, ее не хватает. Имеется в виду силы. Помогают таблетки кофеина. А для чего делаете? То есть, ну вот. Ради чего? Зачем? Раньше я помогал алкоголь, вставала со стула и что-то делала по дому, например. Опять же, во-первых, зачем, во-вторых, как помогал. Чувствую себя всегда уставшей и сонной. Вот это как раз повод обратиться к врачу, но походим на депрессивное состояние. Я не врач. Сейчас выпила вина. Зачем? Но меня это только расслабило. Ничего не стало делать. А должны были. Выпиваю редко, не люблю это дело. Недавно покоронила маму. Это травма, серьезная травма. Ее нам нужно прожить. Прожить боль, потерь. Осталась одна. Сейчас волнение из-за сделки с недвижимостью взятого кредита. Жить не на две квартиры. Опять же, вам тут, вероятно, нужна поддержка и направление в том, чтобы понять, ну, разобраться в судьбе. Вы, похоже, не привыкли замечать события в вашей психологической жизни. Вот. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.